Строительство пришкольных стадионов Ленинградской области приносит пользу не только учащимся самих школ, но и всем прочим любителям здорового образа жизни. 21 сентября на новом стадионе Лужской школы номер 2 состоялся первый за последние годы Лужский районный турнир дворовых команд по знакомому многим с детства уличному футболу. Он отличается от обычного футбола меньшими размерами поля и меньшим числом участников. Зачастую количество футболистов в команде зависит просто от числа желающих поиграть. Хотя на соревнованиях, конечно, правила жестче. В этот раз команды должны были состоять ровно из семи человек, это включая запасного игрока. На турнир 21 сентября заявилось девять команд. Еще две не успели подать заявки, хотя желание участвовать выразили. Организовали соревнования сами же местные футболисты, желая помочь своим товарищам по увлечению. Придумали мы вместе эту идею, чтобы продвигать молодежь, которая занимается в дворах футболом. И хотим сделать, чтобы было это им интересно. Мы для этого им все создаем. Хотим повысить уровень молодежи во дворах, чтобы было им интересно приходить и играть в футбол. Начав организацию турнира, активисты решили сделать все на высоком уровне. А для этого нужны были какие-никакие ресурсы. На призыв о помощи сразу же откликнулись местные предприниматели и депутаты городского совета, которые, видя энтузиазм юных спортсменов, поддержали их идею. Великолепное дело. Детский футбол, дворовой футбол. Мы в детстве все играли в него, потом оно стало забыто. И мы решили немножко помочь людям организовать это мероприятие. Поэтому включились в это дело. Это здорово. Это в первую очередь интересно. И, скажем так, не только нам, но и моим друзьям, которые также будут оказывать содействие. Поэтому дворовой футбол – это классно, это новое введение. Я думаю, что это будет популярно. И ребятам хочу пожелать организаторам большие молодцы, чтобы за этим турниром был еще следующий, и чтобы у них все получилось. Болеем за них всем сердцем. Кто-то помог деньгами, кто-то призами, кто-то объяснил, как оформить нужные документы, кто-то выступил как волонтер. Работа нашлась всем. И в итоге турнир удался. Сами участники отметили, что он прошел на высоте. Кстати, важно заметить, что к соревнованиям допускались только футболисты-любители, не занимающиеся спортом на профессиональном уровне. Для того, чтобы были равные силы у команд, и для того, чтобы это было интересно. Вообще, изначально мы хотели, это все организовывали с мыслью о том, чтобы люди, парни, молодые, играли не во дворах, а организованно, красиво, на хорошем поле. Соответственно, чтобы был стимул какой-то, у нас будут три призовых места. Соответственно, для них это будет стимул выиграть и получить удовольствие, надеюсь, от игры. По результатам турнира первое место заняла команда «Юность». Второе место у уральских пельменей. Третье место взяла команда «Габарит». Победители получили кубки, медали и призы от спонсоров. Организаторы планируют продолжить соревнования, чтобы в них могли принять участие все желающие. Поэтому следующее такое мероприятие состоится уже в октябре этого года.